Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Хе-хей! Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, это Хинтерленд и это Лонг Дарк Редукс. Короче, краткая предыстория. Лонг Дарк, первый-второй эпизод, мы проходили в прошлом году. Уже больше года прошло, потому что это было в августе прошлого года. Вроде как должен был в декабре выйти и редукс, вот этот вот, и третий эпизод. Но прикол в том, что третий эпизод перенесли, короче говоря, в 2019 год. А вот эта вот редуксовая хрень, она вроде как, я понял по заявлениям разработчиков, удаляет и делетит нахер все сохранения, которые были до этого. Но! В редукс-версии переработан сюжет, переработано много всего, много чего, поэтому как бы он, типа, ну практически новая игра, но мы-то знаем, что нет. Но посмотреть, собственно, надо, и, возможно, очень много будет изменено, и тем более сохранение. В любом случае, для третьего эпизода будут нужны. А в прошлом это было очень глючно все в этом сюжете, это я помню, потому что я даже брал кусок заставки последней второго эпизода, по-моему. Чтобы просто вставить, потому что у меня просто вместо заставки был черный экран, внезапно. Так, сегодня волнительный день. Мы запустили редукс-версии первого и второго эпизодов, работа над которыми шла больше года и была основана на отзывах игроков. Особенно заметны изменения в подаче сюжета. Надеемся, вам понравится. Я помню сюжет. Сюжет в Лонгдарке был угрюм просто, насколько это возможно. Был NPC, два NPC, помню, помню точно два NPC, бабка и детка. У них просто нужно было ходить и собирать ветки, ну, типа того. В обоих NPC. Возможно, здесь что-то переработали, будет немного интереснее. Если вам интересно, что именно мы добавили и улучшили в редукс, нажмите кнопку «Узнать подробнее». В смысле? Мы обновили стандартную схему управления, поэтому пользовательские настройки управления сбросились на станок по молчанию. Хорошо. Так, хочу узнать подробнее. Это типа... Нет, я не буду. Сейчас вылезет, короче, в интернет. Там начнется все по-английски в пизду. Поехали дальше. Вместе с редукс-версиями первых двух эпизодов мы выпускаем обновление режима выживания с тремя крупными наведениями, а также множество исправленных ошибок и обучениях улучшений. Так, это нам не очень интересно. Это новое испытание, окей. Новый пример для изготовления шапкой скроличьего меха. Новый бонус «Сытость», значительное изменение интерфейса, улучшение доступности людей с ограниченными возможностями. Десятки исправленных ошибок, окей, допустим. Мы сейчас все узнаем, сейчас все применим. Так, с сегодняшнего дня в игре изменятся некоторые из элементов интерфейса, в частности, худ. Худ теперь по умолчанию всегда отображает 4 индикатора статуса и состояние здоровья в левом нижнем углу экрана. Не знаю, насколько сильно мне это мешало, но скажу спасибо, потому что всегда знать о своих показателях неебически полезно. В настройках экрана теперь можно выбрать в том числе худ и модель отображения в том числе. В том числе, в том числе, окей, допустим. Теперь можно выбрать размер худ и модель отображения в том числе всегда на экране, по ситуации, прежней модель и выключен. Если новая модель отображения придется вам не по вкусу, просто изменить ее в разделе интерфейса. Хорошо, я понял, но мне нравится, мне по вкусу. Мне по вкусу, когда все похоже. Так, условия для людей с ограниченными возможностями. Мы добавили возможность масштабировать индикаторы интерфейса, чтобы они окорректно отображались на разных экранах, и чтобы людям с плохим зрением было проще их рассмотреть. Чтобы изменить настройки... Также мы пытались сделать субтитры более удобными для стене, и теперь шрифт отбрасывает тень. Если у вас не устроит размер субтитров, возьмите настройки. Мы всегда стараемся сделать игру одинаково доступной для всех, но улучшение появится, появится, когда мы лучше изучим этот вопрос. Это хорошо, это очень хорошо, потому что, как бы, большие субтитры, это прям во, это серьезно. Это прям мх, потому что вглядываться, блядь, в два, там, сколько, сколько-то кар разрешений, вот в эти вот маленькие пищулянки, нахер нам не нужно. Это хорошо. Так, смотри-ка. Настройки. ВСД. Л-шифт, Л-катерэйл. Прицелиться положить, Р, Х убрать. Х убрать. Допустим, пусть будет. Я бы, на самом деле, поменял Х вот сюда, вот, маус-баттон 4, будет неплохо. Так, круговое меню. Спейс, панель выжимания, ТАП. Ага. Статус, рюкзак, одежда. Ну, типа, Ф, инвентри, клодс, жорнал, мэп. Использовать источник, взять оружие, бросить приманку. Разжечь огонь. Сохранение загрузки. Ну, все окей, все нормально, мне нравится, окей. Я поменял, только убрать, чтобы это, хэ, блядь, не искать там неделю. Убрать, это имеется в виду факел, оружие и там прочее, прочее, прочее. Все, назад. А, меня сразу в этот. Устанавливайте менять достройки доступности. Что значит доступность? Что это такое-то? По размеру субтитров большой поставлю, чтобы был сразу. Доступное взаимодействие, отключить качание камеры. Нормально. Большие поставлю, окей. Большие. Так, экран. Метрическая. Метрическая это какая-то наша? Британская? Нет, метрическая. Все хорошо. Размер интерфейса оставлю пока так. Отображение всегда. Субтитры вклые. Русские. Хорошо. Нормально. Так, аудио. Звук, музыка, общая громкость. Хорошо. Управление. Так, клавиши. А, это все настройки были, епта мать. Так, Винтермьют. Прохождение игры The Long Dark в сюжетном режиме по эпизодам. Ну, давайте. Давайте начнем. Давайте начнем. Посмотрим. Нету. Блядь, натуре нету. Представляешь, нету моих сохранений. Обосраться. Ладно. Эпизод 1. Не уходи смиренно. А эпизод 2. Световая фуга. А мы можем и тот, и тот начать, что ли? Типа, да. Блин, ну давайте начнем. Первый. Я помню, почему он начинается. После крушения самолета где-то среди канадских лесов Маккензи потерял доктора Гринвуд из виду и оказался в одиночестве. В борьбе за жизнь Маккензи решает осмотреть городок под названием Мильтон, где начинает осознавать истинные масштабы произошедшего. Так, а для игроков... Так, это что? Это уровень сложности. Низкий уровень сложности. Дикие звери могут напасть, но идут себя не так агрессивно. Для игроков с некоторым опытом из тех, кто хочет соблюсти баланс между исследованием и выживанием. Зверей не слишком много, но они могут вас сливы следить. Выследить? Нихуя. Средняя уровень сложности, зато большее количество ресурсов. Больше или большое? Большое, окей. Матерый. Для игроков, которым хочется индурительной игры, основное выживание. Дикие звери будут прогреть агрессию и с радостью вами пообедают. Ну да, выживший, потому что... А, ну способный выжить, все правильно. Потому что вот это совсем-совсем... Вот это совсем-совсем. А вот это норм. Вот это хорошо. Окей, Варвард. Назовите историю. Давайте, допустим, я напишу... О, смотри, Купленов пишу. Нормально. Я напишу... Я напишу ред... Бляха... Редукс. Первый... Эп. Точка. Редукс первый эпизод. Окей. Посмотрим. Если кто-то не видел, тот увидит. А кто видел, тот посмотрит еще раз. Посмотришь? Еще раз, я сказал. Потому что... Че, они зря старались? Че, они зря перерабатывали? Че, я зря записываю? Ты неблагодарный такой, серьезный... Ой, ладно, все понятно. Все понятно-то, блин. Это бабенка. Это наша доктор Гринвуд. Это наглая ворона. Она выклюет в тебе глаза, как только ты заснешь. А это наш главный герой. Он же Маккензи. По-моему, они стали немножко более полигональными. Потому что до этого они были просто круглые. Так, а три волка. Братва местная. А они идут воломать медведя, судя по всему. У них терки. Я не помню, если честно, это заставки. Я вообще молчу. Я помню общий сюжет. Еще я помню, как мы сейчас начнем. А еще я посмотрел, короче, этот, как его... Так, а это было, нет? Не помню. Еще я помню, что... Вот, старуха. Старуха. Еще я помню, что, короче, этот... Серии у меня были очень длинные. Ну, просто здесь, в принципе, делать нечего. Вот и ходишь, и ходишь. Хе-хе-хе-хе. Может быть, будет поинтереснее, посмотрим. Если я испортил тебе прослушивание песни, то, как бы, это не ко мне. Мы, как бы, все одни песни пришли слушать. И не заставки смотреть. Берешь YouTube, открываешь соседнюю вкладку, пишешь The Long Dark OST. Тебе выпадает куча видосов, в котором ты послушаешь эту песню. В основе этой игры лежит геомагнитная буря. Мне так написали в начале игры. Это не спойлер, потому что был бы спойлер, в начале игры бы не писали. Поэтому все искусства и навыки выживания, справления с животными и магнитными бурями в реальной жизни применять, я бы сказал, наверное, даже нельзя. Но, как бы, нельзя. Но много чего полезного здесь можно узнать, так говорится, на свой страх и риск. Ни я, ни Хинтерланд, ни Хинтерлэнд не призываем тебя идти в лес и пробовать пытаться выживать. Я призываю тебя сидеть дома, в тепле, в уюте, в спокойствии и безопасности. Смотрите этот видосик и что-нибудь жрать. Но не сильно, а то будешь толстый. Хотя бы хочешь. Новый год на дворе. Так, подожди-ка, нам, подожди-ка, нам, подожди-ка. Нам не показали заставку, по-моему, которая была в начале, эээ, в прошлый раз. Астрид? О, этот субтитры хороши. Вообще вглядываться не надо. Астрид! Просто с такими... Я, как бы, знаешь что? Я люблю, когда субтитры читают кто-то, но... С другой стороны... Не но, а с другой стороны, просто я вместе с ним сам же их и читаю, и одновременно с чем-то их читает, я их читаю тоже. Поэтому крупный субтитр, мне кажется, это охеренная идея. Так, окей, ага, вот оно че. Джокер. Ну, конечно, да. Похоже на то. Ага, серьезно? Так, я не успел прочитать. Надо засти огонь, пока трубы снова не промерзли. Нет, ну это, конечно, слишком этот. Я понимаю, что это классно. Давайте, наверное, все-таки чуть-чуть сделаю нормальными. Потому что они вылазят за экраны, это некрасиво. А они как бы сделали это, но не до конца. Вы замерзли... Охренеть, ты посмотри-ка, я ходить-то могу? Актуальность... Вот такого не было! Ёба-но, это вообще все по-новому. Так, спички деревянные взял. Мой телефон мобильный, не беру. Пасьянс. Пасьянс раскладывает. Так, печь для дров, разжечь огонь, подожди-ка. Бляха, да ладно, серьезно, карта. Остров Великого Медведя. Папа постоянно туда летал. Он рассказывал, там раньше было очень красиво. Сейчас там делать нечего. Землетрясение, все такое. Так, секундулю. А ты дай посмотреть-то мне, и упырь. Ты специально, да? Мы же, по-моему, как раз на остров Медведя-то и полетим. Он мне не хочет показать карту самого острова. Ты потом об этом пожалеешь, красноносый. Давай посмотрим. Бляха, ну серьезно, ладно. Так, это ангар. Охренеть, такого не было, я тебе серьезно говорю. Вот такого не было точно. Тут прям так сильно все переработали. Не, ну это просто шикарно. Слышь, что? Это прям огонь, смотри. Опа, труд. Ха-ха-ха, я... Что? Мне показалось, мухи там зажужжали. Бред какой-то. Север, ебать. Север холодные, какие мухи. Так, парк Маккензи. Не припомню, что приходилось надевать парку так рано. Сезон только начался. Такое ощущение, что с каждым годом становится все холоднее. Мне все-таки с такими субтитрами играть удобнее. Не то, что удобнее, но они не вылазят за границы вот этой вот заднего серого фона. Как бы я понимаю, для тех, кто плохо видит, для тех, кто будет играть с телевизора, это просто вот. Это, сука, это же лучше не придумать, серьезно. Это охуенно. Так, это мой этот... Сонник, спанник, шоколадник. Что перекусить и брать миру в другом меню? Так, окей, все хорошо. Я просто, знаешь, что делал? Я пытаюсь еще что-то полутать, потому что мало ли мы сейчас полетим, а у меня с собой ничего не будет. Нам нужно разжечь холодно печку, поэтому нужно закрыть дверь, чтобы она быстрее. А как она закрывается? Серьезно, ты не закрываешься? Что за бред? Она должна открываться. Так, труд. Дрова, дрова, дрова. Труд. Окей, так, готовить не буду, вода, разжечь огонь. Ни хрена себе тут как в несколько действий запалили. Так, труд, горючий, ни одного не выбрана, шанс какой у меня? 55 процентов. А что так мало? Подожди-ка, где бенз? Бенз какой-нибудь, дайте мне под... О, бенз стоит. Не, походу не горит. Знаете, либо не настоящее, либо слабенькое. Должно гореть. Настоящая спиртяжка должна подгорать. Ладно, я надеюсь, у меня все получится. Поехали, разжечь огонь. По-моему, когда шанс стопроцентный, вот этого кругового таймера, его просто нет. Оно мгновенно зажигается. Это хорошая находка и на самом деле очень правильная. Оно здесь придется подождать. Как бы огонь уже горит, но шанс не развести еще есть. Не знаю, как это работает. Так, печь для дров. Ладно, взять факел, добавить топливо, готовить вода. Хорош. Давайте я добавлю топливо еще. Кедровых дровишек докину. Добавить. И еще добавить. Окей, они все равно не нужны. Так, а теперь что? Все, осмотрите ангар. Джей, подробности. Так, подождите. А, ну жду. Осмотрите ангар. Маккензи в ангаре воздушной службы острова Рогатого Зайца ждет, когда же хоть что-нибудь произойдет. Карта? Чего? Что я знаю? В смысле? А, у вас нет карт. В смысле, у меня есть карта, там была. Хорош. Люди, места. Блин, я не помню, было это или нет, но ни хрена себе всего надобавляли. А где, что я знаю? А, вот что я знаю. Окей. Бляха, хорош. А что осматривать надо? А температура на весь ангар распространяется? Парку мы не берем. Гидросамолет. Что с тобой делать, дружище? Пожалуй, твои лучшие полеты уже позади. Но для меня ты все так же хорош. Вот бы устроить для тебя грандиозное последнее приключение. Как говорится, бойтесь своих желаний, ибо они имеют свойство исполняться. Какая-то поговорка, а? Хорош поговорка, да? Нормальная, четкая, хорошая. Сейчас бы чувствительность мышки прибавить, потому что что-то слабенько. Я в последнее время, расскажу тебе секрет, пытаюсь прибавить чувствительность мышки. Просто, в принципе, чтобы она была больше. Потому что в шутаны я играю редко. И как бы по винде вот эти вот перемещения, блядь, одного, оклад другого 15 раз надо теребнуть. Это, короче, мне не нравится. Поэтому я решил прибавлять потихоньку чувствительность мышки. Сначала было дико неудобно. А сейчас, короче, я немного привыкаю к этому делу, ко всему. Так, а что надо тебе? Смотрите, ангар. Четыре из пяти. Четыре из пяти мест. А, самолет, куртка. Что еще? Ремонт? Что еще тебе нужно осмотреть? Двери, возможно? Или вот это вот хрена? Что это такое вообще? Кровать, может быть, нет? Вы еще недостаточно устали, чтобы спать. Хорошие были деньки. Ну, ну, согласен, наверное. Здесь почему дверь не скрывается? Как время летит? Можешь поспать. И вот я быстро устаю, смотри. Как же я быстро устал, мгновенно просто. Даже не понял, как это просто рубануло. Все, вышел из комнаты и все. Увидел кровать и не стал противоборствовать. Так, кто бы это мог быть? А что у меня с едой и водой? Это все плохо у меня, что ли? Все в красноту, он перешло. Да, алло, епты. Мобильник есть, куда ты звонишь? Воздушная служба острова Рогатого Зайца. Говорит Маккензи. Я сказал ей сидеть дома. Сказал, что в такую погоду летать просто нельзя. Хоть раз в жизни. Не будь таким упрямым. Полегче, полегче, помедленнее. О чем ты говоришь? Она только что завиделась и говорит, что ты ее ждешь. Что полетишь с ней на север. Я понимаю, что ей нужны деньги, но прогноз погоды. Все хорошо, Марин, я понял. Ничего не понял. Какая Марина? Ух ты. Привет, Уилл. Что ты здесь делаешь? Прошло много времени, знаешь ли. Да, годы. От тебя не было вестейс. Я знаю, я знаю. Я бы не пришла, не будет это так важно. Ну, и что тебя привело? Ну, в смысле? Ты заболела? Нет, я нет. Но кое-что да. И мне надо к нему попасть. Ага. Ты по-прежнему доктор? Да, я по-прежнему доктор. Я думал, что после... Почему ты здесь? Нужна твоя помощь. В северной части острова есть одно изолированное сообщество. Там кто-то очень болен и... На Великом Медведе. Там же ничего не осталось. С той поры как... Я знаю. Но мне надо туда попасть. По-прежнему спасаешь мир. Кому-то же надо это делать. Что это значит? Маккензи. Маккензи. Уилл. Я не собираюсь ворошить прошлое. Мне нужен пилот, который забросит меня в дальние дали. И не будет задавать лишних вопросов. Кто-то, кому я доверяю. Погоди-ка. Вопросов? Астрид, ты во что-то вляпалась? Ты мне поможешь или нет? Что в чемодане? Я же сказал, никаких вопросов, помнишь? Что в чемодане, Астрид? Без вопросов. Смотри. Погода там ужасная. Ужасная. И становится только хуже. Ты пришла через столько лет. Я мог вообще умереть. Ты могла умереть. И ты приходишь и просишь меня рискнуть своей жизнью где-то над северными пустошами, чтобы ты со своим загадочным металлическим футляром попала куда-то в дикие дали. Просто потому, что ты пришла и попросила? Да. Астрид. Ты его не вернешь. Не в этом дело. Я знаю, как было тяжело. Нет. Ты не знаешь, Маккензи. Ты не знаешь ничего. Ты думаешь, я не чувствую того же самого? Мы летим или нет? Чем дольше ждем, тем хуже будет. Черт, у меня нет на это времени. Подожди, тем хуже будет. Почему у меня ощущение, что ты не о погоде? Потому что я не о ней говорю. Тащи сумки в самолет. Я проведу осмотр перед полетом. И хорошенько пристегнись, полет будет не из легких. Че-то... Ну, вот это я помню. Заставка это была. Это сто процентов. Вопрос только... Был ли... Было ли действу какое-то перед ней? Потому что, чтобы ходили мы по ангару, я не помню. Так. Два человека плюс топливо на полет до Великого Медведя и обратно. Получается, на груз места почти нет. Если масса будет... Сейчас бы субтитры просто не пропадали вот так вот, ни с того, ни с сего. Было бы вообще замечательно. Так. Загрузите в самолет вещи Астрид. Выберите дополнительный груз. Не обязательно. Дополнительный груз выбрать. Это будет хорошо. Где вещь Астрид? Так, сухопаёк. Вода, ингредиенты, батончики, таблички для чистки воды. Завтрак чемпиона. Так, это я возьму. Я взял... Это типа дополнительный груз, если влезет, будет замечательно. Астрид врач, так что в этом плане всё схвачено. Впрочем, так эти медикаменты всё равно не помешают. Так, где чемоданчик Астрид? Сигнальный пистолет. Штука тяжёлая, но не хотелось бы оказаться без него в опасной ситуации. Так, футляр Астрид. Астрид не признает, что там внутри. А значит, видимо, там что-то, что у него быть не должно. Так, рюкзак, окей. Астрид едет налегке. Не знаю, куда она собирается, но надолго она оставаться явно не планирует. Это мне из этого нужно выбрать, что мне с собой взять. Ммм, всего 15 килограмм. Хорошо, футляр Астрид. А может, я не буду брать её рюкзак? Это же будет просто идеально. Ну, блин, я возьму, естественно, сухопайки все. Аптечку брать, не брать. Сигнальный пистолет, по-моему, будет важнее. Так, рюкзак Астрид я не беру. Нахер он мне не сдался. Так пойдёт? Так пойдёт? Нет, бляха, да серьёзно, что ли? Сука. Ну, ладно, тогда заменяем. Сейчас возьму свою парку и пойдём. То есть, получается, она с собой берёт 10 килограмм. Я с собой беру 5, только чисто, чтобы пожрать. Ну, насколько я помню, вначале в самом проблема была именно в еде. Как бы сигнальный пистолет, я не думаю, что он прям такой нужный. Но, с другой стороны, проблемы в еде потом быть не должно. А вот сигнальный пистолет найдём ли мы, то это вопрос хороший. Ладно, я всё-таки возьму с собой еду. Такого раньше вообще, в принципе, выбора не было. Но надо подумать всё-таки. Надо подумать. Может, всё-таки пистолет. Пистолетом, как ни крути, можно убить волка. Можно отбиться от него. Я просто не помню, чтобы он у меня реально был. А вот сколько там еды всякой. Вот это хороший вопрос, серьёзно. Я точно помню, что мы не помрём с голоду. Это стопа... А там волк на меня будет. Ой, всё, окей. Давайте сделаем вот так вот. Еда там будет. Яблочки, ягодки, там всякая херь. Окей. Поехали. Так, всё готово. Возьмите парку. Угу. Она не берётся. А, взялась. Сигнальный пистолет всё-таки надёжнее. От голода мы помирать явно долго не будем. Поэтому давайте возьмём его. Всё, выкинь, отстань. Я уже взял. Смотрю, ты всё ещё носишь? Его. А? Что ношу? Своё кольцо. Наше кольцо. А, ну... Да, я просто забыл его снять. Я своё тоже ношу. Почему? Воспоминания. Я думал, ты хотел всё забыть. Не всё. Знаешь... Надо было найти тебя. Всё хорошо. Я занималась своими делами. Всё изменилось. Точно? Потому что выглядит знакомо. Ты всё ещё работаешь с тем исследователем? Доктор, как его там? Нет. Я больше не работаю в центре. А где тогда? Я на себя работаю. Считай фрилансер. Доктор-фрилансер? Звучит... Законно. Я не критикую твой образ жизни, Маккензи. А ты мог бы делать что-то ещё, кроме того, чтобы зависать в старом отцовском самолёте и пить с утра. Эй, мы отлично проводили время в самолёте. И он в полном порядке. Да я знаю, ладно, я знаю. Я не хочу ссориться. Пф, сказал Маккензи. Знаешь, я всё время о нём думаю. Я знаю. То, что я сделал... Мой выбор. Я сделал это ради нас. Тебе не надо. Давай не будем. Нет. Важно, чтобы ты услышала. Мне нужно это сказать. Маккензи, не сейчас. Да, я скажу. Уилл, помолчи секундочку. Что-то не так. Это плохо. Что такое? Пропало электричество. Всё электричество просто исчезло. Чёрт. Что происходит? Нет электричества, значит, мы падаем. Держись. Вот так, внезапно. Но это я всё помню. Хорошо. Ориентирование по солнцу. Слить из-за положения солнца, чтобы ориентироваться на лико-медведя. Что? Может, деревьев что подождёшь? Так. Редук столько вышел, поэтому глюки неизбежны. Но, бляха, глюки в самом начале и в заставках. Спасибо, конечно. Астрид. Астрид. Ну, блин, какая-то, на самом деле, не надо было вначале вот это показывать. Надо было просто сразу с ангара начать. А то мы по итогу уже знали, что он сейчас разобьётся. Это не прикольно, ни хрена. Спойлер. Похоже, я пробил ветровое стекло. Деревья остановили падение. Ну, почти. Так, хорошо, крушение. Книга. Давайте всё быстренько соберём. Остановите кровь с помощью аптечки. С помощью какой? Отойдите, пожалуйста. Я аптечку с собой не брал. Так, ящик, подожди-ка. Какой аптечки-то? Повязки можно найти как следователь ткани, так хорошо становится кровь. Хорошо, ткань. Нам нужна ткань, картонная коробка. Я, по-моему, подобрал чуть-чуть ткани. Палка, картонная коробка, газета, рулон. Да тихо, 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 не кричи. Замерзаем, короче говоря. У костров можно топить снег, готовить еду и греться. Хорошо. Так, а у меня есть палки-то? Я взял какие-нибудь? Вот тряпка. Тряпка, действия. Ткань собрать. Окей, 20 минут. Всё, пизда, здоровье уходит. Ничего не подел, что-то кровь остановится. Так, медицина, повязка применить. На левую кисть. Хорошо, ещё одна. На правую ступню. Сейчас бы пожрать что-нибудь. Но в любом случае мы не сдохнем. Блин, как много-то, нихрена себе. Обосраться, серьёзно? Так, я замёрз, это плохо. Здесь я не отогреваюсь? Нет, давайте быстренько разойдём костёр. Очень быстро разойдём костёр. Прямо мгновенно нужно развести костёр. Дрова тут есть, спокойно. Вот дрова, хорошо. Тут может быть перегруз, это я помню. Так, кровать. Сначала разложить повязку на рану. Подожди-ка, прогрейте пещеру. Значит, костёр. Да бляха. Так, костёр. Может быть где-то... Нет, наверное, вот здесь лучше, чтобы она прогрелась. Прямо очень хорошо. Так, газета, древесина, топливо. 55% ничего не меняется. А, это дрова, всё хорошо. 8 минут 33 минуты. Поехали разжигать. Потому что помирает он у меня сейчас чисто от холода. Если мы ликвидируем холод, если мы будем всё это делать около костра, я имею в виду, не готовлять тряпки, то мы не подохнем. Давай, давай, в натуре. Давай, 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 давай. Будем следить изменением сюжета. Пока что всё хорошо. Так, без огня тут никуда. Замечательно. Теперь давайте-ка мы бляха сделаем себе ещё чуть-чуть. А, нету тряпок, да? Серьёзно? Так, у меня есть нож, хорошо. Тряпок нет, натуре. Так, шапка у меня надета какая-то? Всё надето, хорошо. Хавчика нет. Идёт кровь, секунду. Я отогреваюсь чуть-чуть. Так, костёр, добавить топливо. Ну, давайте я добавлю древесины. Пусть пока чуть-чуть горит. Я бы как немножко отогрелся. Пошли искать обратно эти. Так, у нас кровь клещет, это печально. Так, вот она тряпка, тряпка. Тряпка, да. Ткань, ещё нужно. По-моему, кровотечение просто херово гора, поэтому чем больше тряпок, тем лучше. Не будем долго тупить, не будем долго соображать. Делаем всё по красоте, спокойно. Ещё одна ткань. Всё, назад. Бегать не могу, всё херово. Ну, ничего страшного. Почему он около этого костра не мог погреться, я не понимаю. Тоже же горит, всё нормально. Да не бубни, Маккензи, всё нормально будет. Не ссыкуй. И не с таких жоп мы вылазили с тобой. Ты же помнишь, всё это прекрасно. Так. Раз. Действие. Повязка. Главное, костёр, чтобы не просрался. Так, ещё повязка. Костёр не должен за это время потухнуть. Сейчас я кедровый дров сюда закину. Отлично. Так, костёр, добавить топливо, кедровые дрова. Хорошо. На два часа практически. Теперь поехали по медицинушке. По медицинушке. Тряпка. Поехали. Блин, круговое меню на пробел. Это, с одной стороны, так неудобно, с другой стороны, я не знаю почему, но, по-моему. А, это растяжение запястья. А нахрена мне это нужно-то? У меня кровь-то всё. Нет, кровь идёт ещё до сих пор. Ты серьёзно, что ли? По-моему, на растяжение ступни повязка не накладывается. Это же бред какой-то. А откуда же у меня кровь-то идёт? Где моё состояние вообще посмотреть? Есть такое дело? Так, влияние ветра. Да, смотри-ка, я просто так всё это делаю. Нужен, короче, чай. Либо антибиотики. Ни того, ни того у меня нет. Хорошо, давай пойдёмте пока пособираем. Я могу, в принципе, взять факел, наверное. С ним будет немного попроще. Кровь я... Что случилось? Потух? Серьёзно? Ебать-ка, холодно здесь. Зажигается, давай. Он, типа, очень быстро гаснет, да? Прямо мгновенно. Окей, ладно. Давайте я закину его обратно туда, чтобы он горел. Костёр. Так, добавить топливо. Где там факел-то? Что ты делаешь-то? Фонарь. Ой, фонарь. Окей. Блин, тут очень сильно всё как бы у меня херачится. Что нам по заданию нужно сделать? Попытайтесь выраться из ущелья. Поспите в пещере, допустим. Может быть, сначала поспать, реально отогреться как следует. Так, давайте добавим топливо. Ещё кедровые дрова. Книги, палки я пока что оставлю. Ещё парочку дров где-то нужно подрезать, чтобы пригодились нам, если что. Так, палки. Палки. Картонные коробки брать не буду пока. Ящик разламывать тоже не хочу. Мне бы, на самом деле, какой-нибудь чай бы с баклани отсюда побыстрим. Здесь должны быть, по-моему, где-то ягоды. Так, спички. Это хорошо. Газета, наверное, замечательно. Ой, попить. Отлично. Ящики пока не ломаю. Делать нечего мне. Нихуя. Холодно. Холодно. Сначала нужно поспать и подождать, пока пройдёт гроза. Так, кедровые дрова. Отлично. Всё, ладненько, валим отсюда. Пошёл желудок. А, подожди, кровотечение. Это не кровотечение, это же вода. Чё я? Я чё там мужу? Глаз. Это у меня усталость. Так, ещё одна ткань. Каплика это вода, желудок это еда. Да, скоротипанцы аптечка. Я полностью согласен с тобой. Так, добавить топливо. Добавить. Окей. Теперь можно ещё, в принципе, пожрать. Напитки, газировочка. Хорошо. А теперь можно... А почему я не ставлю, типа, да? Ой, самок вылечилась, смотри-ка. А, там по времени было написано. Я чё-то не думал только этим. Астрид не пришла меня искать. Значит, просто не может. Блях, костёр просрал. Ранена или мертва, наверное. Так, мне... Нужно вернуться на место крушения. Надо было растопить воды. Чё-то я тупанул. Костёр сожжено, зажечь я его не могу, да? Или могу? 55% будет гореть 19 минут. Отогрелся я очень херово, смотри-ка. Блин, очень всё плохо. Ладно, костёр мы разжечь успеем. Костёр разжечь мы всегда успеем. Давайте пока пособираем. Картонный рулон. Картонная коробка. Это у меня даст мне просто бумагу. Или что-то. Нужно осмотреть место крушения. Это там наверху. Здесь где-то по дороге, насколько я помню, должны быть ягоды. Ягоды это чай. А ещё мне нужна какая-то еда. Вот по-любому нужна еда. У меня по воде всё плохо. Я бы на самом деле... Давайте лучше, наверное, разожжём костёр сейчас. Так. Сейчас разожжём костёр. Отогреемся по-быстренькому. В это время затопим себе снежку ещё чуть-чуть. И пойдём наверх. Потому что сейчас начнёт уже у меня падать этот, как её... Здоровье и от того, что мне холодно, и от того, что мне сухо совсем. Это нахер мне не нужно. Это всё печально сильно. Это не надо. Насколько я помню, я посмотрел. Насколько я помню. Я сегодня смотрел. У меня серии по лонгдарку были по часу с лишним. От чего? От того, что здесь целыми днями ты нихрена не делаешь. Так, работает. Добавить топливо, допустим. 1 час 15. Так. Вода. Час 15. Пустая банка. Сюда. Только... Да ладно, в смысле? Ёпушу мать. Так, а сколько у меня банка-то? Пол-литра всего? От этой воды можно заболеть. Готовить. То есть, вот так это сделано? Охереть! Вот это обосра... Серьёзно? Прикол. Реально прикол. Так, ладно, давайте ещё... Я прикинь, теперь... Просто теперь не просто ты ждёшь, что он мгновенно растопится. А оно, короче, берёт и топится. Вот это, бляха, поворот. Такого я не жал, короче, серьёзно. Вот это они доделали. Это очень сильное изменение. Серьёзно? Я, насколько помню, раньше было ты типа такой... Ага, потопить вот эту херню. У тебя мгновенно, то есть, время шло. Но ты не ждал, пока он растопится где-то в банке. И, по-моему, никого даже канистры не нужно было. Просто всё, само всё это делалось. Охереть! Так, древесина. Добавить. И палки тоже добавлю. Пусть пока горит. Шесть минут для расплавления. Бляха, пойдёмте ещё палок возьмём. Это ж прямо... Это... Это... Хорошо! Ха-ха! Это... Это прям, заметь, мне прям нравится. А где ягоды? Это прям реально прикольно придумано. Так, переход туда наверх. Там что-то дымится, надо сходить. Ну, давайте сначала попьём. Я часик, наверное, даже посплю здесь, чтобы у меня чуть-чуть здоровье-то по этот вон... Как его назовём? А почему? Где моя куртка вообще? Где куртка? Куртку просрали, что ли? Ты же в куртке летел. Что за бред? Так. До закипания 18 минут. А она ещё и не питьевая. Ну, давайте я посплю, ладно. Всё, она закипела. Это я слышу. Надеюсь, не остынет. Так, хорошо. Я отогрелся, допустим. Костёр ещё горит. Эээ... Пустая банка. Что, а я... Он её подобрал, что ли, уже? Блядь, только не говори мне, что она выкипятилась вся там. Только не говори мне этого, серьёзно. Она выкипятилась, серьёзно! Ну, я надеюсь, что сейчас она не... Потому что она 40 минут, получается, кипела, и вся она пропала. Можно скипнуть эту хуйню? Да, да полную выпаривание. Хорошо. Вот это поворот, бляха! Вот это, бляха, поворот! Так, банку-то взять? Ладно, пусть стоит пока. Бляха, муха! Вот это поворот! Ладно. Так, нам бы на самом деле ещё вот веточку одну подобрать. Я надеюсь, костёр сейчас не потухнет. Потому что я бы тогда успел ещё банку одну поставить на всякий пожарный. Потух, сука. Потух, ладно. Так, разжечь огонь. 55 процентов, давайте. Я тогда сейчас вместе с этим пойду, короче, обыскивать место крушения. Мы там что-нибудь найдём, соответственно. А в это время пока снежок тут потопится. Давай, давай, да-да-да. То есть 40 минут на пол-литра воды. Хорошо. Нужно дров на 40 минут. Так, 4 минуты. Добавить топливо. Так, этого не хватит. Хорошо. Ну, пусть пока она... Тогда... Готовится хотя бы растапливается снег. Нужно ещё две палки на... Так, 10 минут. Нормально. Хорошо. Я сейчас всё проебу. У меня кончится желудок. А так, в принципе, я в норме. Так, в принципе, меня всё хорошо устраивает. Так, костёр. Добавить топливо. 16 минут. 24 минуты. 32. Вот. Всё, окей. И в это время он как раз ещё и прокипятится. А мы пойдём. Мы пойдём. Мы пойдём. Место крушения нужно попасть, по-моему, где-то через здесь. Я примерно помню все свои главные... Я бы не сказал ошибки, но... Мы тогда целую серию здесь, в принципе, просиди... Ой, тут и мясо есть, блядь. У меня есть нож, но у меня не было времени к этому делу. Ладно, мы это потом соберём. Наверное, так можно туда вскарабкаться. Здесь разве? Мне казалось, там в обход. Этот труп может спасти мне жизнь. Выглядит не очень, но у меня нет выбора. А, давай ты время-то не будешь тратить. 15 минут. 30 минут. Ммм. 45 минут. Да, бляха, давайте я всё соберу, ладно. Соберу сейчас всё. Нееет! Блядь. Блядь. Чуть не подох, ладно. Не бубни, сейчас всё будет нормально. Вот это я лоханулся, так это мне не нужно. Чё-то я... Почему нельзя прерывать? Почему нельзя прерывать? Алло, это очень... Это глупо. Нужно уметь прерывать. А вдруг я лоханусь ещё так? Всё, не бубни, не бубни. Ладно, у нас есть еда, у нас, в принципе, более-менее есть вода. Я думаю, что мы выуживем. У меня желудок падает от всего, спокойно. От всего. Так, костёр... А, не-не-не, подожди, не трогай. Костёр разжечь. 55% поехали. Да подожди, 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 нельзя. Нельзя сам поначалу умереть. Бляха, ну надо было ниже. Я не знал, что за 2 часа он просто полностью выветрится, у него все, что может выветриться. Я думал, он у меня подольше хватит. Но нет, он слабоват, ладно. Так, это работает, хорошо. Готовить. Готовить мясо. Выбрать. Доготованство 56 минут. Сколько ты будешь гореть здесь? Так, воду нужно выпить, подожди. Питьевая вода Взять Окей, взял воду Ой, давай еще поставь туда Вода Вот, но ее можно, оказывается, забирать оттуда Так, не умирай, пожалуйста, не умирай До 12-53 минуты Блядь, если я умру Так, F5 Сохранение, окей, давайте попробуем Может, не умру Может быть, не умру Если не умру, все будет хорошо А умру пизда руля Так, вода, по идее, пропасть не должна Олень, по идее, тоже Так, питьевая вода Что там? Тихо Взять Приготовлено, съесть О, другое дело Вот, хорошо Так, добавить топливо Кедровые дрова, поехали Палка, палка, палка Сколько будет гореть? 1 час 23 Так, вода Готовить Костер готовить 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 А что, можно только одну оленьку, что ли, готовить? Бляха, муха Так, ну ладно, еще часик По крайней мере, теперь я уже не умираю А восстанавливаю здоровье Ну, тяжелая ситуация Из которой мы с тобой просто выбрали Победителями вышли Охуительно все получилось Так, ешь То есть вода и еда теперь могут пригореть Вот это поворот, конечно, отличный Так Взять Окей Так, пустая банка Поднять Ячейка для готовки То есть я могу здесь готовить 2 места Хорошо А я могу какой-то Хороший, например, костер сделать Где будет не одно место Так, сколько ты 17 минут Нужны, короче, дрова Почему здоровье не восстанавливается? Я не понимаю 17 минут Спокойно Так, ветка Окей Назад Нельзя просрать костер Иначе будет печально Так, костер Добавить топливо Хорошо До 14 минут До готовки 14 минут 41 минут Сколько? Чего? 40 Не понял В чем разница? Почему такая большая разница? Так, 14 минут Что, дрова? Нет, не дрова Так, ящик разламывается А, 12 минут Поехали Так, все, пора возвращаться Пора возвращаться И вообще бы, на самом деле Нужно было бы Ой, там что-то падает Так, костер Добавить топливо Хорошо Так, оленина Взять Готовиться еще Бляха, я всю ночь Тут не просижу, судя по всему Давайте еще Мне нужны дрова Жалко, что здесь Китровых дров так мало Я пойду попробую Сходить вниз Вон туда Может там что-то есть Так, это ветка большая Ой, здесь обрыв Ясно, понятно Так, здесь обрыв По-моему, там около оленя Больше ничего не было А значит, я могу только здесь Что-то найти Так, ящик Хоть ко... Опа Ох, нихуя Надо было сразу здесь ломать Так, еще один ящик Подожди, вернусь Нам сейчас нужно сэкономить Как-то этот, как его И время, и костер И оленинку забрать еще Так, готовится 3 минуты еще Подождем, наверное Так, давайте-ка я попью До полного не надо, пожалуйста, пить Отмена Все окей Так, а теперь нужно пожрать еще О бляха Так, это полный Отлично До пригорания Забрал Так, 2 часа 4 минуты Время сколько сейчас у меня? Время на полночь Значит, нам здесь тусить нужно будет Еще 12 часов Тогда давайте вскроем ящики Тогда давайте вскроем Вот этот ящик оставшийся Где он тут у меня? Бляха, он умирает Так, это все можно использовать Как дрова Разламываем Короче, после разломных ящиков Нет, 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 нет Было, была отмена Так, хорошо, полено Там была отмена, отлично Ну вот смотри, как хорошо Что я заранее это не сделал Теперь у меня это все просто есть Поэтому я уже не сдохну Уже хорошо Так, спокойно Добавить топливо Полено Есть? Есть 6 часов 12 минут Замечательно Давайте спать Давайте спать Сколько времени сейчас? Времени понятно сколько 7 часов посплю Как раз за это время Костер отдаст залу Надо было поставить воды Проснуться Жалко, что вот здесь отменять нельзя Он ведь в это время реально может умереть И это все очень и очень может херово закончиться Так, отлично Костер Сколько ты будешь еще гореть-то? А ты уже тлеешь А, он еще горит Так, топливо 33 минуты Книжку докину 52 минуты Вот, еще водички поставлю Еще поставлю водички Пустая банка Выбрать Готовить И теперь Так как здоровье у меня полное Я, в принципе, еще туда пожру Почему бы нет? Хорошо Можно тогда еще и попить Отлично И я, в принципе, готов У меня очень мало Вода, по идее, может только замерзнуть Хотя я не знаю Как бы я растопил снег Там будет замерзшая вода Ее хотя бы можно будет погрызть Как минимум Здесь можно забраться Но я не помню Можно или нет Так, а тут еще дрова были Я возьму, пригодится Так, забраться Кстати, насчет этого Я точно не помню Сможем ли мы вернуться назад И будем ли мы возвращаться назад Но банку я оставил Там, конечно, зря Так, собрать плоды шиповника Набери плодов шиповника Заварите облегчающий чай Обезболивающий, хорошо Нет, по-моему Туда мы больше не вернемся А это значит Что нужно реально забрать банку с собой Сейчас вернемся Соберем банку Шиповник Это дело хорошее Как ни крути, он пригодится Так, а дальше куда? Дальше сюда Ладно, давайте вернемся Все-таки мне банку жалко Серьезно Собраться Мне реально жалко банку Вдруг она у меня одна В чем я буду топить снег? Объясни мне Бляха, топить снег по пол-литра Это очень жестко Надо где-нибудь найти банку побольше Ну, либо придется топить две банки А, кстати, может у меня банки пинха бесконечные? Ну, это неправдоподобно Это херовенько будет Я что-то тут не собрал еще? Что это такое? А, тут еще ящик есть Ёптима А что я тебя не заметил-то? Бля, сейчас опять все это вот падает Вот эта вот хуйня А где? Подожди, а где куртка? Ладно, пойду воду заберу Воду заберу и банку заберу Пизду А, еще готовится Костер 26 минут Ладно Давайте часчик еще поспим Костер сейчас погаснет Вода останется И мы отсюда с чистой совестью И чистой душой просто съебаем Потому что здесь нас уже ничего не держит Мы отогрелись как могли Все нормально Так, вода Взять Костер просран Банка взять Я пошел Так, все У меня падает температура У меня падает усталость Но я очень много У меня чуть-чуть желудок Чуть-чуть Желудок Там, не там, не там Ничего нет Вроде как ничего я не пропустил Поэтому все, валим Поэтому все, валим Так, время сколько прошло 48 минут Бляха Чего? Ты что, блядь, только встает Солнце драк что ли совсем Чего меня пугаешь-то? Сейчас буду, блядь, в ночь Выходить из теплой пещеры Не знаю, по сколько будут Эти серии Возможно тоже где-то по часу Ну потому что реально Игрушка, в которой Ты выживаешь Причем выживаешь грамотно И хорошо Она Минут 40-30 Там, ну, ничего не получится Я спокойно Потихонечку Полигонечку Мы с тобой аккуратненько Ты включи этот видос на фоне Я тебе Побувню Побувну Ты поготовишься к Новому году Все, мы с тобой вместе будем делать Ебаный свет Так, думаю у меня получится Конечно получится Можь красавцы Я не помню особо Честно Сколько я шиповника собирал Но собирал я его много И по-моему я им не пользовался Он просто греет душу Но он просто есть Ну как бы знаешь Ты в тяжелые Голодные холодный вариант вспоминать, что у тебя есть шиповник. И жизнь немножечко становится попроще и налаживается. Я думаю, что мы соберёмся... Ну, в смысле, я думаю, что если мы будем её проходить, а я как минимум запишу сейчас подряд сколько-нибудь серий, потому что пока мне нравится всё. Это, конечно, одно и то же, но кого это волнует? Это же редукт. Наконец! Это же, типа, переработка. Поэтому я думаю... Много кому... Я не думаю, что все из вас вообще смотрели прохождение. Как бы если ты не смотрел прохождение Лондарка, то ты сейчас ничего не потеряешь, потому что если мы будем проходить редуктс-версию, то ты увидишь всё по-новой. Причём в гораздо более осмысленном варианте, в гораздо более удобоваримом и смотрибельном варианте. Я тебе на туре говорю, ёба, нам нужна куртка! И, по-моему, она здесь есть. Надо было сразу туда. Ну, конечно, она валяется. Мой самолёт. Не знаю даже, кому из нас хуже. Бедняга. Не так это должно было закончиться. Так, куртку вижу. Хорошо. Куртка. Я уж обыскался. Так, рюкзак Астрид. Ага. Ага. Ага, отлично. Это был у Астрид. Так, и футляр. Ну-ка, чё там у нас? А, он на кодовом замке там, хуйца. В принципе, всего лишь тысяча комбинаций. Я не думаю, что ему бы долго это заняло. Ну, тут три цифры. Тысяча комбинаций. Это буквально, я не знаю, сколько. Ну, сколько можно перебирать тысячу комбинаций? Надеюсь, она ещё не умерла. Это он про Астрид. Сколько можно перебирать тысячу комбинаций? Так, а давайте наденем сразу все шмотки. Это, значит, действие... Какое нахуй? Как его надеть-то? Как надеть? Действие... В смысле? Подожди-ка. Она сломана, что ли? У ней 55% какой? В смысле, ты чё, издеваешься надо мной? А, вот одежда, блядь. Так, носить. Шапка есть. Перчатки вот. Принадлежности. Одеваться мы, если чё, можем в два слоя. Это если кто-то не знал. Потому что это север. И чё? Подожди, а как у меня температура? Противодействие температуре-то идёт. Так, вот так. Бонус тепла, плюс 4 градуса. Бонус защиты от ветра, плюс 2. Защита 13, бежать 92. То есть у меня защита сейчас просто... У меня плюс 4 даёт одежда вся и всё, что ли? А, ну да, плюс 0,2, плюс 0,3. Плюс 0,5. Плюс 0,3. Вот, это херовенько. Ладно, нам нужно много одежды. Но либо починить эту. Не чувствую руки. Да ладно, ты только что перчатки надел. Издеваешься, что ли? Рюкзак мы с собой не заберём, чтобы больше просто предметов носить, нет? Как хочешь. Как хочешь, дело не моё. Так, отлично. Тут ещё есть древесинка. Это мы всё собираем. Это всё пригодится. Без этого никуда. Мы не будем долго тупить на одном месте. Мы просто будем идти вперёд. Так, а вот и сигнальный пистолет. А я его взял-то? Да, я взял его. Молодец я. Какой я молодец, сука? Какой же я молодец? Реально, я же не сказал, еда будет. А вот сигнального пистолета нет. Поэтому мы это всё... Ой, хорошо, ещё и факел есть. Главное не просрать. Так, ящик. 12 минут. Да блях, как же быстро убывает температура, сука. Опа, жилет-пуховик, носки, ткань и ещё древесинка. Так, а цен одежда? Да, цен. Значит, жилет-пуховик носить. Что-то носки ещё были. Носки. Остального больше ничего нет, да? Да, смотри-ка, бонус теплой плюс 4. Сколько у меня здесь прочности-то? 90 прочности. Так, ой, зачем, зачем? Вот это надо починить. Очень много даст. Вот это бы тоже починить. Вот это починить. Вот это починить. И вот это починить. И будет уже более-менее потеплее. Ладно, давайте перебираться на следующую площадь. Там нас сейчас будут, по-моему, учить убивать зайцев. Поэтому особо слабонервных... Она здесь проходила. И явно торопилась. Так, шматочек. Не берётся. С помощью бега можно укрыться от плохой погоды и скрыться от опасных хищников. Да. Окей, а ещё с помощью бега можно замёрзнуть нахуй. Поэтому бегать мы не будем. Это на мне гремят деревяшки мои, да? Нам, на самом деле, неплохо было бы развести костёр. Так, нет, назад. Дрова у меня есть. Да холодно, холодно. Да, я знаю. Нам нужно развести костёр и починить шмотки. Это перевоочерёдное. Перевоочерёдное, серьёзно тебе говорю. Потому что без этого мы реально будем замерзать. Чем больше и теплее на нас одежда, тем лучше нам и спокойнее будет выживать. Здесь, в принципе, вроде как раньше можно было доодеваться до такой степени, что мороз, ну, не считая там самой вьюжной вьюги, ну, она тебя, в принципе, не беспокоит совершенно. Поэтому тебе абсолютно насрать. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем и до этого докатиться. Так, сейчас будем убивать зайцев. Это, во-первых. Потому что без зайцев никуда. Маленький камень, чтобы носить и оглушать кроликов. Сейчас будут очень страшные картины, поэтому, если кто-то слаб, кто-то не будет на это смотреть. По-моему, на палец надо целиться. Вот так вот. Да, окей. Где-то примерно на палец. Так, кролик, я взял. Извини. Я предупреждал тебя, уходи, убирай взгляд, потому что это пиздос. Это жёст. Это просто убийство кроликов ради выживания самого себя. Да, да, вот так эгоистично. И что? А то ишь ты. Правильные все стали. Кроликов не убивай. А жрать я что буду? Покойно. Вот ты, маленький засранец, пушистый ты, сука. Стой! Стой, я тебя оглушу. Стой, я ниндзя, бляха. Спокойно. Вот ты, блядь, ты посмотри. Куда он кидает? Подожди-ка. Чуть пониже пальца. Хорошо. Чуть пониже пальца. Это нужно запомнить. Кроликов много-немного. Их, по-моему, нужно разделывать, если я ничего не путаю. Где-то здесь должна быть еще вроде как пещера, но это не точно. Так, камень. Зачем ты кидаешься? Не кидайся камнями. Блядь, кролика спугнул. Вот дурачок. Так, убрать вот это. Окей, да. Не зря поставил кнопку. Помню про нее. Мы мерзнем. Я вижу. Я вижу, что мы мерзнем. Но ничего с этим поделать не могу. Так, еще можно собирать камыш. Вроде как. Чтобы жрать его. Да, можно. Тимофеевка луговая. Хорошо. Его можно просто, по-моему, жрать. Так, спокойно. Это не та кнопка. Это слишком опасное оружие для кролика. Вот где-то в дырку надо стрелять между пальцами, значит, получается. Потому что он кидает примерно как раз-таки туда. Кроликов много. Кроликов прям полно. Кроликов только собирай. Сейчас мы, собственно, их и соберем. Стой, кролик, пожалуйста. Стой. Стой. Беги на меня. Надо, чтобы он бежал на меня. Там не будет проще в него попасть. Ага. 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 Спокойно. Ага. Ты, блядь, промахнулся. Ты посмотри, куда он кидает. Я так и не понял. Да они все куда-то разбежались. Ну, еб твою мать. Спокойно. Хорошо. Ебать, как он визжит пронзительно. Кто это? В смысле? Что за бред? Нихуя он, что он быстрый-то? Во, вскочил. Видал? И нету его уже. Все, не найдешь ты его больше. Ладно, будем Тимофеевкой жрать. Тимофеевкой питаться. Что ты теперь поделаешь-то? Бляха, ну у меня хотя бы еще одного хотя бы. Я бы уже был немножко попроще. Опа. Так, окей. Он кидает куда-то дальше. Значит, нужно закрывать ладонью примерно. Чтобы закрывалась ладонь, тогда будет нормально. Блядь, еще дальше что ли? Что-то какое-то странное у него прицел, если честно. Этот кролик уже подготовлен. В него кидаться нет смысла. Так, это что такое? Костер здесь был, окей. Здесь не давно кто-то был. Может, это Астрид? Да не кидайся ты, ебать. Так, здесь можно костер разжечь, но здесь небезопасно, потому что здесь нет никакого укрытия. Лучше я найду какую-нибудь пещерку себе. И там заночую, потому что здесь на открытой воде, ой, на открытой воде и открытом воздухе делать реально нечего. Сейчас еще одного кролика подобью и пойдем. Да, блях, а вот это попадание практически было четкое. Ой, хорошо. Ладно, все, одного кролика нам хватит. Бля, что я путаю постоянно присеститься? Она здесь опять была. Пойдемте, пойдемте, где-нибудь сейчас отогреемся. Пока же собираем палки. Палки это все-таки дрова халявные, легенькие, дешевые. Но очень сильно действенные, потому что еловых дров ты особо сильно не наберешь. Их как бы не на каждом шагу валяется и не всегда они попадают. Астрид, куда ты подевалась, Астрид? Он должен говорить это с каким-то, ну, типа, напряжением, что надо... О, это вот все! Конечно, блядь, естественно. Волки. Волки, мать их. Волки, окей. Так, волки это плохо. Для волков нам нужно. Я не знаю как. Так, она заряжена, нет? Окей, вот теперь она заряжена. А топ сейчас стрельнул. Бляхан, это плохо. Это очень-очень плохо. Это плохо настолько, насколько возможно, потому что его лучше обходить, конечно же. Поздар... Ой, чё, волк? Надо держаться подальше. Да, я буду держаться подальше. Блин, была бы здесь пещера, мы бы сейчас тут затусили, потому что здесь есть олень. Мы бы его разделали. Мы бы его пожрали. По идее, можно и волка-ракетницу убить. Он в любом случае сдохнет по итогу. Но я не хочу тратить ракетницу, потому что все-таки там еще и медведи есть. Я вот не помню, он должен по сценарию на меня кинуться или нет. Помню, что один на меня точно кидался. Какой из них я хуй его знаю? Я на картах. Я рисковать не собираюсь, даже не думаю об этом. Ты сейчас думаешь, ха, саканул, да-да-да, давай, вставай. Хуй-то там. Тебе надо, ты и вставай. Вот бери, играю в эту игру, вставай и беги. Я посмотрю, как он тебе жопу-то раздерет твою. Раздерет, блядь, догонит просто. Хам! И все, и жопы нет твоей, понял? Будешь знать. Так, я пошел. Спокойно, блядь. Так, окей, ладно. Да, подожди, этот волк на меня точно накидывался. Этот волк точно на меня кидался. Не знаю почему, может быть это было по скрипту, но мне потом было очень тяжело. Сейчас он на меня не кинулся, уже хорошо. Уже хорошо, мне это нравится. Так, шиповник я пока собираюсь больше не... Ого! Какая-то радиовышка, что ли? Цивилизация ближе, чем я думал. Это будет неплохо, на самом деле. Так, давай ты не будешь падать, я спущусь вот тут вот. Окей. Так, кролики, кролики, кролики. Здорово, пацаны. Но, пожалуй, с вами я тут тусить не буду. Так, уберу. Уберу пока. На двойку? Да, двойку, окей. На двойку быстро достать оружие. Спокойно. Я ищу еще дрова. Так, мне уже точно нужно где-то пришвартоваться, потому что сейчас я нахуй начну подыхать. Я уже подыхаю. Так, при беге у меня сильнее капает усталость. Все, я понял. Но этой херня мы сейчас будем спать. Так, радиовышка туда. А ее не было? Подождите, ее... Я тебе серьезно? Здесь не было радиовышки? Я входил сюда в пещеру. В пещере я собирал уголь. И там уже выживал. Да-да-да-да-да-да. Там кто-то помер. Сука. Это ничем хорошим мне не грозит. Блях. А я думал, вышка сразу с будкой. Оу. Кто-то сидит. Совсем замерз. Что за черт? Так, обыскать труп. Ага, таблету. Оу. Отлично, город. Может, здесь мне помогут. Я знаю, что это за место. Ааа, подожди. А нихуя. Мы в прошлый раз вон с той стороны заходили. Вон с той. Там какое-то кладбище. Что-то еще. Мы вот как-то вон там вот это обходили. И сюда заходили. Через пещеры. Ааа. Так все стало гораздо про... Ебана. Так, а спуск у нас там дальше. Ну, давайте будем надеяться, что я успею добежать на таком морозе. Потому что здоровья у меня совсем мало. А серию уже пора заканчивать. Блях. А это да. Это они как бы облегчили хорошо так сильно. Нормально. Замечательно. Я не буду сейчас сильно страдать. Потому что, ну, как бы... А, пещера. Блях. Все-таки идти через пещеру. И волки завыли. Так, окей, это уголь. Да, уголь, по-моему, кидается только на сильно растопленный костер. Чтобы он мог немножко прогореть хотя бы. С обычным углем костер не разжечь. И он, типа, не будет давать никакого тепла, ничего. Так, у меня нет фонаря. Есть у меня... Окей. Это не то. Это не то. Это что такое? Угольный этот? Рудник? Так, а в смысле? Это что, тупик? Ааа. Не понял. Ну, это, типа, место, чтобы я это прогрел и... Выспался здесь, что ли? Подарю, что-то я этого не помню. Ну, ладно. Ладно. Я в углу вот здесь присяду. Ой, там дырочка. Ну, ладно. Так, присяду в углу. Разжечь костер. Отлично. Все, началось плохо. Все началось плохо. Так, 55%. Что-то посильнее. Есть у меня бумага? Ладно, топливо тратить не буду. Оно и так зажжется. Жопой чую. Единственное, что я не смогу здесь спать. Потому что у меня нет спального мешка. И это все плохо. Подожди, а как же так-то? Вау! Вот это поворот. Вот этого, собственно, надо было бояться. Потому что он не зажегся. Серьезно. Вот как бы делать редукт с версией и не поправить анимацию, это хер... Да серьезно, что ли? Заебал! Собака, блядь. 55%! Ты издеваешься? А, шансы на успех. А, блядь. Тут развести огонь и шансы на успех. Ни хера себе. Блин, ну почему ты? А почему не работаешь? Я стою в пещере. Здесь нет ветра. Там сверху, вот здесь, вот посередине, вот тут вот, горит щит, когда я стою там, где нет ветра. И что мне мешает два раза подряд развести костер? Это что это? Барабашки, блядь, какие-то? Или что мне мешает? Похуелят, что ли? Совсем с ума сошли. Так, кедровые дрова. Добавить час 21. Уголь. Да, минуты добавления угля 20. Так, ладно. Давайте тогда пока будем готовить. Пустую банку я поставлю. Здесь у меня чего? Да какая вода-то нахер? Готовить. Нет котелков и продуктов, с которых можно готовить? Серьезно? Так. Вода. Готовить. Почему у меня нет продуктов, с которых можно готовить? Ты что, издеваешься? У меня же есть. У меня есть кролик. Кролик это еда. А, его разделать надо точно, блядь. Так. Ага. 12 минут. Хорошо собрать. Я соберу пока мясо, все остальное собирать не буду. Пусть валяется у меня целиком. Так, назад. 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 Теперь с этого кролика. С этого кролика 1,3 килограмма мяса собрать. Надо было поставить, пока готовится одно мясо. Ладно, пусть не... Окей. Так, костер, ячейка для готовки, готовить крольчатина. Выбрать. До закипания 2 минуты. Бляха. Бляха, я реально не смогу здесь отдохнуть. Придется здесь как-то оставаться и типа что-то пережидать и перебирать. Ладненько, давайте на этом и закончим на сегодня. F5 я нажму. Ссылка на поле в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Еще пару-тройку серий я запишу, а там посмотрим, будем ли ее проходить. Но мне нравится. Как бы поменяли много чего. И приятно, как бы, смотреть на то, что все, по идее, должно работать лучше. Так, вскипячено, вскипячено, выпить. Выпить замечательно. Пустая банка, вода, еще готовить. Все, всем до встречи, всем пока.